Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня международный гроссмейстер Евгений Кондорченко хочет показать вам подборку интересных комбинаций под названием «Цепная реакция». Здорово, Евгений! Да-да, Олег, приветствую. Добрый вечер, дорогие зрители. Пользуясь случаем, передаю привет всем, кто меня поддерживал, последний раз по просьбе, оказывал посильную помощь. Таких нашлось 8 человек из 5000 зрителей, но на этом спасибо, конечно. Как говорится, не учите меня жить, а помогите материально. Помогите материально, как говорила Аллочка Людоредка. Ладно, сегодня посмотрим подборочку красивых идей, разнообразных по красоте, по механизму, объединенных одной целью. То есть рисунок позиций, есть характерная шашка Е3, стоящая, как на зераме видного лига, стоящая в лагере белых на поле Е3, черная шашка. Такая необычная связка. Вот первая позиция, это из партии была Кондорченко, Широглазов, Сергей КМС, из Тольятти. Знаю такого, да. Играли на Гамблере в 19-м году. Я нашел такой техничный простенький выигрыш. Простенький, но изящный. АСЖ-3 подходим, не стесняемся, да, пытаемся ликоваться. Да, друзья, на всех позициях можете ставить видео на паузу и пытаться найти самостоятельно выигрыш, чтобы интереснее было. Первый ход АСЖ-3 просит. Попытайтесь с ней здоровьем, да. Значит, Сергей напал СД6. Гразим сыграть ЖФ-4, да, черные как-то пытаются. И тут достаточно простой такой четкий механизм. Это самое АБ-6 такое изящное, да? АБ-6, да. А потом просто Д-5 промежуточный ход незаметно, да, там сбили-сбили на Б-6, ну и такое выигрыш, да. То есть, не обязательно может быть, но так технично очень, да. Так, это была легкая, конечно, замануха. Дальше пойдут идеи уже по-настоящему такие, да, по-настоящему. Интересные, да. Да. Это, значит, творчество из анализа сильного, хорошего мастера был Матасов там 30-40-е годы. Московский мастер Матасов, да. Это знаменитый анализ Матасов, по-моему, Петров, да? Ну, много чего там сделал там, допустим, да. Много чего сделал там. И вот интересный механизм нашел заброса в дамки. Видите, то есть выдает идею в том, что кроме шашки Е3, наши пресловутые, да, очень много щедро в боице и черных, и набрасывается удар с поля H2. Правда, как забросить, непонятно. А забрасывать очень хитро. Белый выигрывает способом ЕД-2 неожиданно, да. Такой заброс. Потом АБ-4 получается. То есть ради стоящей идеи ничего нельзя опять отдать. Да, БА-5 забросили на Д6, потому что личный ход такой. И теперь уже ДЦ-5 очень видно, что заброс такой. То есть масштабный такой. Черные проигрывают из-за так называемой решетчатости. Решетчатости, да. Красиво. Все просто, да. Ну, допустим, разменялись, напали. Нет, просто стал бы на Е5 даже без нападения. На Е5 стал и Ж2, и все, да. Ну, может так, да. Может, допустим, разменялись. На Е5 стал. И следующим ходом Ж2. Да, так проще создать. Внимательный вузь, да. Да. Так, следующая позиция, ход черный. Следующая позиция. Вот, значит, белые там гажают от ДЦ-6, конечно. Можно было пойти, нужно было Ж6, наверное, ЦБ-2 и так далее. С какой-то интересной игрой. А черные влезли вот именно в этот момент ходом Ф3, избавляясь от угрозы, да. К сожалению, не знаю автора этой позиции, но идея просто блестящая. Белые, значит, в поиск запасных ходов уходят. То есть такая получилась своеобразная связка в пользу черных, наверное, да. Да. И так черные, я промечу, нападают в Б5, думая, что у белых нет темпа. Посмотрите, если был бы ход черных, сейчас они бы сбили-сбили, но выиграли с белых. Но темпа же не видно там, да. Смениться не удается. И все-таки темп, оказывается, есть. Немыслимая идея такая сквозная, очень редкая. Ц5-Д6. Я первый раз такой, кстати, ударил. Очень красиво, да. То есть внимание, смотрим, четыре варианта взятия получается, да. Бесполезный бить шашкой А5, да. Да, бесполезный. Как и шашкой, допустим, Е3 на А3, потому что просто в дамки сбил там чисто. Да. Значит, нельзя бить Ц7 на Ц3. Снимаем все по кругу таким хвостатым ударчиком, да. Остается только бить, то есть, ну, да. Вот так вот сняли, вот так вот сняли, да. Хорошо. Вернее, обратно. Остается бить, то есть, Е3 на Е7, то есть, да. Логично. Надо, получается, запростейшая схема, Ж2, короче, мы ждем, ждем прихода шашки, да, и до 2, и все снимаем, да. Да, очень красиво. Механизм такой, что ради стоящей идеи можно отдать им много шашек, если потом много снимается, да. Да. Так, хорошо, идем дальше. Следующая позиция из творчества украинского композитора Николая Костышака. Очень, кстати, красивая и скрытая идея. Тут, конечно, ход белых, если бы ход черных они БД2 отдали, а так ход белых они БЦ3 от этой угрозы избавляются. Да, и вот непонятно, чем позже, такая хитрая связка. Чем она пытается до 6. Хочется, хочется напасть, да. Очень напрашивается, отдавать не видно куда, закрываться, так он еще раз на полеты, похоже на полет, потому что нет ухода БД2, там, да, видите, швесит это самое. Ну, оба 20 БД2, нет. Куда ходить. Да, значит, ну, закрываться мы не будем, а в том-то идея. Если так, то просто так, и нету темпа, да. То есть, тут идея нету, значит, черные напали, думали, что будет, наверное, выигрывать. А Белый находит очень хитрый механизм такой, впервые был реализован в концовке, наверное, Юрия Шмитта, выдающегося композитора. АБД2, совершенно неожиданный ход, и дальше непонятно, в чем идея дальше даже, да. ДЦ5 еще непонятнее, да. Только после хода же H2 наконец-то вскрывается. H2 еще. И в эксказоне от двух дамок, видите. То есть, ради заброса красивого можно и две дамки пустить даже, две дамки. Тут без разницы куда бить уже, да. Это успеваем уже эту простую идею реализовать, конечно. А, еще и вилка, да? Ну, вилка, люди уже знают, наши зрители опытные. Тему простых окончаний давно прошли мы, так что вилка уже. Покажи, покажи, ладно. Так, вот такая подборочка, значит. Следующая позиция таким же механизмом, то есть, вот черные влезли, видимо, удачно считали, что влезли, да. Ну, у белых, наверное, неплохо было бы и после хода СБ4, я думаю, позиционно. Но они закончили дело быстро, а не откладывая долгий ящик. Красивый сквозный удар, С5, Б6. Так. Ну, надо бить на 5. И, конечно, опять, и учитывая большое число дыр в позиции, конечно, второй сквозный ударчик и скользкий такой, это С3Б4, известный механизм. То есть, только обидцовка остается опять. Опять, опять. Да, да. Дальше, замечаем это, наша простую схема, то есть такую изящную, да. Очевидно, что он далеко не уползут. На Д6 сбили, а потом на Б8 ушли из языковой храной позиции. Б8, все. Разим напасть на Сашку, то напали просто там так далее. Черные не успевают. Ну, вкратце покажу, быстренько. Понятно, понятно. Так, главное, все-таки механизм такой красивый, два скользких ударчика была. Да. Следующая вот эта симпатичная позиция из творчества гроссмейстера Голосуева, да, значит, его блестящий анализ еще в каких-то 70-х годах, на сука я помню. Да, ленинградский гроссмейстер Владимир Голосуев, да, автор Мординации таких, да, 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 хороший только популяризатор. Выдающийся популяризатор шашечной игры, да. Очень сильно играл и в русские, и в 100-клетки, и даже в 80-клеточные шашки, да. Так вот, у нас открыт такую идею. В принципе, тут Белым хочется себя безопасить, но пойти, может быть, допустим, АДЖ-3 шашку-то хотя бы отъесть. Хочется, да, хочется. Но это проигрывает из интересного встречного ударчика на F4. Ух ты. То есть Белым забирает шашку, получается, на E5, да, то есть. И после B5, то выясняется, что шашка все-таки у Белых теряется. Не у черных, а у Белых теряется. Сбили, сбили, и ЦД-2 в защите невозможно из-за нападения, а опять, короче, Белый остается при шашке и проигрывает. Красиво. То есть у черных был такой замысел, но они не знали, что задумали Белые. Белые задумали блестящую идею. Конечно, вот эта идея, это скорее идея следующая Кукуева, великого мастера, да, обработки Голосуева. Голосуев отдал D4 и E5, пока смысл этого хода непонятен, да, то есть. Ну, надо бить, иначе шашку проиграем, да. Потом ЦД-6 вторая жертва, видите, ради создания такой решетчатой позиции. Надо сюда бить. И просто нападение D2, то есть. О-о-о-о, с ума сойти. Кукуевская идея, видите, там с пустых полей по 6-6, да? Да, вот это красота. Закрываться некуда, да. И так далее, и так далее, я сняли, да. Да, красиво. Вот такие расклады. И последний, то есть такой красивый анализ именно с таким рисунком позиции. Мы посмотрим, давай, с самого начала, наверное, да? Механизм партии. Это анализ мастера Миронова, какой был? Друг мастера Соколовского по переписке, там очень много анализировали, играли в 70-е годы, 80-е. Да, переписочники вообще очень глубоко владели вариантами. Да, в те годы это был такой большой пласт теории и шашечной культуры. До появления компьютеров, которые все изгадили, да? То есть люди сидели, думали и своей герой, своей башкой, то есть называется, находили очень много красивых идей. Я бы сказал даже не башкой, а головой. Это грубовато, может, немножко. Но я просто, видите, меня все равно очень сильно огорчает, что слишком мало у нас осталось генераторов новых идей, именно человеческих шашек, человеческих, да. Но есть там Кондраченко, есть там, допустим, Леша Домчев, еще там человек 5-6, там и все. Остальные пользуются тотально только прогами, то есть это вот плохо, да. Согласен. А некоторые проги заменяют мозги полностью, допустим, как мой заклятый друг Проскурин на Гамблере. Ну, кстати, вот тут пообщался с Арсением Циновым. Он говорит, ну Проскурин хорошо шел, где-то плюс 4 шел даже в Блиц или в Классику. Да, имеется в виду, что только что завершился турнир в Питере Белая Ночь, да. И первые 12 мест занялись именно молодые игроки. Кстати, хочу обратить внимание, что те люди, которые заняли места в тройке, вот, допустим, Иван Ильясов, Иван Дьяченко, они играли вот как раз с Евгением Кондрыченко, так что матчи. Так что играйте с Евгением и будете занимать призовые места. Кто не знает, допустим, свой последний отчет про этим матчем, то есть я вот именно ради популяризации игры, там, с помощью Олега, там, нашего канала, там, с помощью Иваня Сморкова, Арсения Циновым, вот эти стримы записывали, да, именно по этим матчам, да, то есть было сыграно с прошлой осенью уже 27 матчей, получается, там, один и проиграл, один и ничью, остальные все выиграл, да. Вот завтра, кстати, планируем там очередной матч, там, возможно, с гроссмейстером Александром Буровым из Нижнего Новгорода. Кстати, тоже он славился своей игрой по переписке, то есть очень глубоко знает варианты. Да, тоже человек такой, входит в топ, наверное, на 40 игроков, короче, топ-40 ходит, то есть опытный игрок такой, да, классик. Так вот, последняя идея. И мало того еще и отец Сергея Бурова, тоже очень сильного мастера, да. Так что там уже целая династия растет. Да, да, так. Так вот, CD4, CD4, FG5, значит, такой неоднозначный дебют, как защита Двичкова, да, BC3, GF6, допустим, да, CB4, вот черные идут на игру, BC5 имеется в виду, что бьют две штуки, да, получается, не очень сильная позиция для чернов, но интересная возможность о контр-игре тут есть. Острая позиция, да. Острая, да. Так, Аж7, ЕД4 выбирают белые, тоже такой наиболее интересный вариант. Теперь у черных все ходы пассивные, кроме хода ДЕ5, конечно, они вроде бы как атакуют. А белые применяют хитрую зертвой шашки, вот BC5, и именно не отыгрывать, сразу пойти на Аж4. Слушай, а это не жертва как раз вот Голосуев, это же он, по-моему, впервые применил. Ну, по-моему, да, впервые идут, применил именно он, да. Владимир Голосуев, да. Так, черная, ДЦ7 пока, возникает острая позиция, ЦБ2 надо отыгрывать, да, и просто выйти в 4, это будет слабо для черных, надо именно ослабить белых отдачи ЦД2, ЦД2 отдается. Выбить золотую шашку. Вот непонятно, кто лучше, центр белых такой красивый, либо все-таки черные перехватывают поле в 4, и еще пользу непонятно. Ну, уже в 4 выходим, конечно, там, на, ну, давайте до 4 встречаемся, давай пока что там, да, черные подвязываются Б6, напряжение достигается его апогея, да, БЦ3, БЦ7, да, БЦ7, короче, непонятно в чью пользу сходка, нападать пока не будем, у меня Ширяба 2, белые еще больше подкручиваются. Обе стороны ждут, да, кто первый не выдержит. Ну, надо было, анализ показывает, напасно было ЦД6 с равной позиции, там это, а черные пошли в это ФИ3, что, наверное, напрашивается больше. Это было бы правильно анализом, но, так, не так интересно, да, но черные в партии ошиблись и пошли в ФИ3, думаю, что у них лучше, люди, такая приятная связка, да, кстати. И оказывается, в этой позиции все-таки выиграют белые, необычным способом, развязываться мы не будем, а ходим именно на Ж3, то есть до предела зажимаясь, да, не давая развязки, не давая отскочить, но черные должны нападать СД6. И тут очень красиво, необычное удаление в 4 присоска на весу, такая, да. Не важно, как бить 1-2, допустим, если бьет 2, там, вроде красоты, там, ну, если 1-2 побьют, просто Ж3 сводится к тому, что и дальше было, да, то есть до 5. И подрываем пункт F6, да. Ну, и то же самое, если Олег просто верни, там, обратно, да. Черные проигрывают из-за как раз ослабленного поля Д8, а если, так, а если... Бьет 2 штуки, бьет, Д6, Д2, получается, бьет, да. Две бьет. Та же тема присоски ДЕ5 красивая, так, на весу, да. И на любой ход, так же, Д3, на любой ход, так же, Д3, на весу. Д3. Такая вот необычная комбинация там, да. Да. Вот как интересны такие позиции с такой активной шашкой Е3, такой связанный слабый разон, оказывается, да. Так что, очень надо человек направлять такие постарения, рассчитывать, потому что там все испытанные представления теряют силу, да. Это необычная там центральная позиция гонять, допустим, вот такие сложно связанные. Друзья, если вам понравилось данное видео, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте ставить колокольчик, потому что бывают какие-то спонтанные матчи. Вот как раз завтра будет между двумя международными гроссмейстерами, Александром Буровым из Нижнего Новгорода и Евгением Кондраченко из белорусского города Гомель. Так что не забывайте ставить колокольчик, ну и будьте в курсе событий шашечных. Всем спасибо за внимание, до свидания и давайте воевать только на шахматной доске. Все, спасибо, Олег, спасибо, да. Спасибо. Спасибо.